Всем привет, с вами Прия. В самом последнем обновлении на тестовых игровых мирах компания Blizzard позаботилась об искверненных вещах. Теперь их можно закупать у торговца, смотреть абсолютно все их бафы и дебафы, изучать их подробно, смотреть какие проценты интересные они дают, какие связки интересные можно придумать. И вообще можно абсолютно все это дело полностью изучить. Поизучаем вместе с вами, посмотрим какие итемы есть интересные, сколько порчи они дают и обратимся к дебафам. Зайдя в текущий момент на ПТР, на тестовые игровые миры, можно прийти в зал сердца и у Фоскотаура купить абсолютно все итемы, какие только возможно, путем вскрытия мешочка. Покупается мешочек, открывается мешочек, с него падает какой-либо итем из рейда в режиме нормал, 445 итем левела. Это может быть абсолютно любой предмет. Ну, конечно, кроме азеритового предмета, кроме плаща и кроме триник, пушечки не могут быть заражены. То есть у них нету осквернения. Это прекрасно, с одной стороны. То есть вот щиток на мне, он не заражен. Вот одна ручка, она тоже является незараженным итемом. Ну а абсолютно все другие итемы могут упасть. Зараженные. Они имеют при себе бафы и дебафы. Например, запястья. Они увеличивают нашу порчу на целых 20 единиц, но при этом они повышают наше самоисцеление на 6%. Посмотрев уже только на запястье и ориентируясь на эту таблицу, можно сказать, что эти запястья относятся к третьей ступени. Третья ступень это 20-25 порчи. Мы смотрим на строчку «Повышает ваше самоисцеление на процент». Мы смотрим на красный столбик и видим, что так оно и есть. Эти запястья прекрасны, так как на них прокнуло максимальное количество самоисцеления. Если вам оно нужно, то это прекрасно. И минимальное количество порчи. То есть если бы нам прокнуло 4% при 17 порчи, это не очень классно. Если нам прокает 6% при 25, это тоже не классно. А если нам прокает 6% самоисцеления при 20 порчи, то это прекрасно. Табличку делал сам. Надеюсь, она читабельна. Если нет, то дайте знать об этом в комментариях, и я выложу ее в нормальном формате, просто обычным файлом. ОС увеличивает порчу на 14 единиц, но при этом дает положительный эффект в виде того, что наше избегание будет повышено на 6% от количества скорости. На ногах можно увидеть 9 порчи, но при этом мы получаем на 2% исцеления больше абсолютно от всех источников. Баф на ступнях увеличивает нашу скорость на 3%, именно ту скорость, которую мы получаем от каких-либо источников. Например, суммарно на наших вещах мы имеем 1000 скорости, а под данным бонусом мы будем иметь 1030 скорости, но при этом наша порча повышается на определенное число, именно здесь на 17. Интересный бонус можно заметить на кольце. 20% реген хп, который продолжается в бою. То есть вы прекрасно знаете, я думаю, о том, что когда вы находитесь вне боя, вы регените хп раз примерно в 3 секунды. Так вот, если на вас надето это колечко, то получается так, что это хп в количестве 20% будет регениться раз в 3 секунды. Это в принципе интересно и дает это всего лишь 5 порчи, если рассматривать негативный эффект. Зараженное кольцо, имеющее при себе баф на повышение 2% универсальности абсолютно от всех источников. То же самое, что и на ступнях, это также применимо к рейтингу критического удара и к рейтингу искусности. Я решил просто надеть на себя эти ступни и это колечко. Ну, просто потому что с критом и с искусностью ничего абсолютно не прокало с целью того, чтобы я это показал. И дает это колечко в виде негативного эффекта всего лишь 6 порчи. Ну, а теперь поговорим о негативных эффектах. Всего их 4. Начнем с самого первого. Хватки щупальца. При получении дамага мы можем замедлиться на 5 секунд. И чем больше у нас порчи, тем сильнее это будет замедление по нам влиять по итогу. То есть на текущий момент у меня всего лишь 9 порчи. В принципе, небольшое, я думаю, будет замедление. Продолжаем надевать предметы. Наш уровень порчи будет расти. И при этом мы будем получать новые дебафы. Надев 3 предмета, наша порча равняется 32. При порче более 20 мы получаем новый дебаф. Область порчи. Ваши заклинания и способности могут создать рядом с вами область порчи. Раз в 2 секунды наносящую вам урон. Размер зоны порчи и наносимый ею урон увеличиваются по мере увеличения вашего показателя порчи. Что-то схожее с механикой осквернения у короля леча. Мне так кажется. То есть чем больше у нас порчи, тем больше этого и дзона будет. Ну, весьма интересно. Просто нужно будет выйти из нее. Это никак не будет особо-то напрягать. Продолжаем надевать предметы и наша порча уже более 40. Мы получаем новый дебаф. Называется он Великие наваждения. В тот момент, когда мы получаем дамаг по себе, есть шанс призвать нечто из глубин, которое будет преследовать нас. И чем больше у нас порчи, тем быстрее это нечто двигается к нам. Надев последний предмет, запястье, наша порча увеличивается еще на 20 и повышает свое значение более 60. Это означает, что мы получаем четвертый дебаф. Самый последний, который является растущим. Называется он Надвигающая смерть. Суть этого дебафа заключается в том, что он увеличивает получаемый дамаг, а также уменьшает входящее исцеление. То есть в теории вас будет тяжело прохилить, вы будете получать больше дэмэджа, но вы будете получать какие-либо различные бонусы боевые, в плане стат имеется в виду, от того, что носите эти зараженные вещицы. Если же, например, в текущий момент порча равна 71, и дебафы эти всего лишь на 21%, то надев перчатки с 22 единицами порчи, я увеличу свое значение до 93, и уже этот дебаф будет на 43%. Я думаю, хилам будет очень тяжело выхиливать такие цели. Ну а если танк будет иметь более 60 порчи, то я не думаю, что его можно будет назвать танком. Также в тот момент, когда наша порча менее 60, на нас нет никакого абсолютно эффекта анимации на наших предметах, на нашем персонаже, но в тот момент, когда мы надеваем предмет какой-либо, и наша порча увеличивается, становится более 60, то весьма интересная анимация появляется на нашем персонаже, и что-то схожее есть с горошем, который обитал в осаде Аргримара во время рейда. Примерно такое же свечение, такой же уровень осквернения, и выглядит это реально классно. Но если обсудить это все касательно нашего одевания, касательно предметов и всего такого прочего, то что мы получаем по итогу? Система Warforge отменена, система Titanforge отменена. Это прекрасно, с одной стороны. Но опять же появляется некий рандом в том, что нам придется ролить позитивные эффекты, которые будут очень хороши для нашего класса, ролить предметы таким образом, чтобы на них было как можно меньше порчи, потому что, например, мы не хотим ловить на себе четвертый дебаф, будучи танками, мы не хотим особо много порчи получать, возможно, нам придется использовать эссенции, которые будут уменьшать количество входящей порчи. То есть, вся эта механика интересна, и как она будет сказываться на прорейдинге, на тех гильдиях, которые делают World First, это будет очень интересно видеть, по крайней мере. То есть, теперь не особо-то придется фармить какие-то там Titanforge, Warforge, нужно самое главное зафармить те итемы, которые будут полезны по своим позитивным эффектам. По крайней мере, на текущий момент это всего лишь ПТР, и то, что дойдет к моменту релиза 8.3, остается загадкой. Я надеюсь, останется все только самое лучшее, самое полезное и самое превосходное к моменту его выхода. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, не забывайте про ссылочки в описании и о других видосиках по 8.3. До скорого!